Основная цель визита представителей ИЖГТУ – проинформировать выпускников школ и техникумов о правилах приема факультетов. Большинство присутствующих на встрече – школьники. Именно им в ближайшее время предстоит определиться с выбором профессии. Сеочное мероприятие я узнал на сайте ИЖГТУ и пришел для того, чтобы узнать все условия поступления и обучения в этом учебном заведении. У меня есть плана поступить, потому что, во-первых, он считается достаточно престижным и потому, что он находится недалеко от моего дома. Не хочу далеко уезжать. А на какое специальности ты планируешь? Скорее всего, машиностроение. Привлекает, потому что там нужно знание физики, а это один из немногих предметов, которые мне даются. Особое внимание на мероприятие было уделено и студентам техникумов. Для них Ижевский ВУЗ предлагает не только коммерческое, но и бюджетное образование на факультете современной технологии и автомобилей. Всем, кто поступает на бюджетную основу по целевому назначению, в обязательном порядке предоставляется общежитие. Для студентов у нас организована прекрасная внебюджетная работа, всевозможные занятия по культурным программам, которыми занимается специальный факультет в ИЖГТУ, который связан с воспитательной работой наших студентов. Тем, кто хотел бы учиться в ИЖГТУ на заочном отделении, ВУЗ предлагает внебюджетную форму обучения. Кроме того, здесь есть подготовительные курсы для поступающих. Ответственный секретарь приемной комиссии ИЖГТУ Александр Губерт рассказал ребятам еще о ряде преимуществ, которые дает учеба в Удмуртском ВУЗе. Например, языковая стажировка три месяца. И наши музыкопартнеры в таких странах, как Венгрия, Словакия, Чехия, Германия, Венгрия. Для этого необходимо знать евенгийский язык. Например, с Чехии у нас есть и с Германией, есть и головенность о получении двойных депутатов. Специальность конструкторско-технологическая подготовка машиностроительных производств – одна из самых первых в истории ИЖГТУ. На встрече ей было уделено особое внимание, так как это одна из базовых специальностей факультета. Как правило, на это направление ежегодно набирается две группы школьников, будущих бакалавров и группа выпускников техникумов. Для выпускников техникумов у нас особые условия обучения. У нас даже иногда расписание подстраивается под них. Если у них возникает потребность работать, то есть продолжать работать по своей основной специальности, которую они получили в техникуме, они хотят это делать, то мы подстроимся своим расписанием под них. До выпускных испытаний ЕГЭ остается совсем немного времени. Но у школьников еще есть шанс хорошо подготовиться к поступлению и получить желаемую профессию. Ксения Зайцева, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник». Ксения Зайцева, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник»